Полосу препятствий организовали перед главным корпусом в ЛГУ. Закрытыми глазами необходимо преодолеть несколько десятков метров. На пути и лестницы, и узкие проходы, и скамейки – то, с чем мы в реальной жизни так часто сталкиваемся. Но затруднение это не создает. Для незрячего же человека любой предмет на пути уже проблема. Его важно вовремя обнаружить и суметь обойти. Считается, что трость помогает человеку как бы видеть свой путь, а слух ориентироваться в окружающем пространстве. Но, если честно, мне это как-то не очень помогает. Один большой страх есть – это обо что-то споткнуться и сбиться с пути. Желание одно – побыстрее взять и снять повязку с глаз. К сожалению, незрячие люди так не могут сделать одним легким движением руки выйти из темноты. Вся их жизнь – это сплошная полоса препятствий, которую они вынуждены преодолевать каждый день. Понять, каково это – жить в постоянной тьме – сегодня решились десятки студентов и преподавателей в ЛГУ. Им необходимо было просто с закрытыми глазами дойти до финиша. Их время в пути никто не засекал. Скорость здесь не имеет значения. Главное – без травм дойти до необходимой точки. Ощущения, конечно, интересные, потому что как будто попал в детство, играешь в жмурки. Только здесь приходится ориентироваться не только на зрительные ощущения, а на какие-то другие. Поэтому такие вот смешанные ощущения. Организаторы сегодняшней акции – коррекционно-реабилитационный отряд КРОТ. Это волонтерское объединение при ЛГУ, которое было создано для оказания помощи незрячим студентам. Помощники – сами учащиеся госуниверситетом. Софья Зайцева в отряде уже третий год. Девушка успевает и сама на пары ходить, и других на занятия приводить. Задача волонтеров – помочь ребятам, которые лишены возможности видеть, преодолеть преграды на пути к знаниям. Помощь абсолютно разная. Это помощь в выполнении каких-то домашних работ, это и работа на компьютере или с поиском информации. Также мы сопровождаем ребят незрячих, например, в поликлинику или в социально значимое учреждение. Но еще помощь заключается в том, что проводим для них различные мероприятия, готовим для них раздаточный материал, потому что многие мероприятия не адаптированы для незрячих людей. И, разумеется, никакая помощь не должна оказываться насильной, она должна быть востребована и принята только по желанию самого человека с нарушениями зрения. Это очень важный момент. Сейчас в ЛГУ обучается шесть ребят с проблемами по зрению. Всего же в регионе у нас проживает тысяча людей, которые вынуждены жить на ощупь. И таких помощников-волонтеров у них нет. Они вынуждены самостоятельно добираться до необходимого адреса, решать насущные проблемы и при этом сталкиваться с непониманием. Например, сейчас в банках для проведения денежных операций, в том числе получения пенсии, инвалидам по зрению, необходимо наличие фоксимиля, штамп с точной подписью человека. Но сама процедура изготовления этого штампа достаточно сложная. Чтобы фоксимили использовать, его надо сначала зарегистрировать у нотариуса. Это тоже, в общем-то, дополнительная работа, дополнительная нагрузка, в том числе финансовый инвалид по зрению, поскольку изготовить фоксимили стоит 500-600 рублей. Плюс наверняка есть какая-то государственная пошлина у нотариуса. А чтобы фоксимили, надо сначала что-то такое изобразить на листке бумаги, чтобы потом его можно было скопировать, вот эту подпись, на механическое фоксимили. Для изготовления фоксимили необходимо несколько раз одинаково расписаться. Для незрячего человека эта задача невыполнима. Владимирское общество слепых уже обратилось в Нотариальную палату области с просьбой упростить порядок получения штампов. Свои обращения они передали накануне Международного дня незрячих людей в надежде на то, что им помогут. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».